Расскажите, чем сейчас занимаетесь? Да ничем я не занимаюсь. Мои люди на отдыхе, мы на отдыхе. Из аэропорта вы вышли, да? Ну пускай будут, да. Нет, ну просто есть информация, что там сейчас воюет батальон Восток, что Сомали сейчас там нету. Правильно я понимаю? Правильно, правильно. Давно вас оттуда вывели? Выгнали? Вывели. Да нет, нормально. Там батальон Восток, Матеголы воюют. А вот все очень интересуются, по какой причине вы сейчас не там? Ну, считаю, что мои люди устали. Устали? То есть ротация была произведена, да? Да, да. Угу. А сейчас какие задачи у вашего батальона? Отдохнуть. Просто отдохнуть? Да, люди просто отдыхают. Так, вот такой вопрос. Сейчас командир батальона Восток, Ходоковский, утверждает о том, что та гуманитарка, которая проходит в сторону аэропорта, вот тем самым киборгом, и он разрешает ее провозить. Слышали же эту историю, да? Ну, что я так слышал, Кая Муха? Он не вникал. Мне это не интересно. Ну, объясняю это тем, что все люди, мы не хотим здесь заниматься геноцидом, нужно ребятам помогать и так далее. Единственное, на что они проверяют эти машины, так это на наличие боеприпасов. Слышали об этом? Ну, я слышал, скажем честно, не вникал в это. Для этого есть другие органы, пускай с этими людьми разбирают. Ну, а если это действительно так, вот как вы к этому высказыванию его относитесь, к заявлению? У каждого человека свое мнение. Он командир хорошего батальона, достойный офицер, достойный командир. Его мнение, он принимает решение сам. И тем более, рассуждать его за это я не имею права. У каждого человека свое мнение по поводу войны. У него свое, у меня свое. У Матеролога свое. У командира оплата свое. У каждого человека свое мнение. Вы поймите, мы не имеем права друг друга осуждать. Будет тяжело ему, подавится моя помощь, я приду их всегда ему на помощь. И ему, и Мотороле не имеет значения кому. Моторол сейчас тоже остался с партой там, да? Ну да, конечно, как же. Без него как-то скучно будет. О заявлении о бесе слышали в недавние дни? Ну да, когда я ухо слышал. О том, что Порошенко поставлял оружие еще в те времена, когда он не был президентом, на территорию Горловки, продавал бесу? Ну все может быть. Какой смысл? Без убрать. Ну и как вы к этому относитесь? Как можете прокомментировать? Молодец, Порошенко. Я не заработал хорошо. Как всегда. Все, гадное белье, рано или поздно всплывает, запомните. Я считаю, что командир такого подразделения, как Без, не может гадить. Я не думаю, что он просто хотел чем-то оскорбить Порошенко. Хотя его и каждый день, и так, каждый день оскорбляют его Порошенко. Но это, я думаю, что у этого человека есть подтверждение тому, что Порошенко действительно продавал оружие. Понимаете? Ну, если он лично ему продавал, то уж тут никаких подтверждений не нужно. Ну, вы знаете, жизнь полна сюрпризов. Я не удивлюсь. Зная командира, так называемой, страны Горловка, хорошо, он тактичный, очень внимательный и доблестный офицер. Так что, мы с ним, правда, один раз в жизни всего пересеклись. Мне нужна была моя помощь, я ему помог. Когда у него, у меня был пленный, и мне нужно было обменять своего солдата на плену. Я свою плену ему отдал. Так что, никаких плохих взаимоотношений у меня с ним никогда не было. Ну, еще, наверное, один из самых важных вопросов, вот сейчас тоже многие интересуются. Прошло время, вот звонки на телефон, и все это было, девушки писали. Результаты какие-нибудь есть? В каком плане? Ну, в плане личной жизни? Да нет. То есть, не выбрали никого? Да, никого не выбирал. Или никто не звонил? Да нет, вы поймите, все это просто, как вам сказать, что-то. Ну, поймите, надо же думать, с кем связываться. Ну, что с этим как я связываюсь? Я же постоянно воюю. Нет, со мной тяжело. Я слишком призван своему баталью, призван своей стране, и для меня это все будет всегда стоять на первом плане. Девушки-то надеются, телефон свой дали. Ну, слава богу, никто не звонится. Никто не звонит? Да, значит, мой новый телефон мало кто знает, и это хорошо. Его знает хорошо украинская сторона, слушает меня внимательно. Хочу им привет пламену. И хочу одно сказать. То есть, украинская сторона увидит репортаж, я хочу тебе одну вещь. Ребятки, не ослабляйтесь. У вас идет очень-очень большой сюрприз. Мы никогда просто не отдыхаем. Наберитесь терпения, и мы вас сразу чувствуем очень сильно. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok